Футбол Футбол в настоящее время самый популярный и массовый вид спорта в мире. Впервые на территории Беларуси футбол стали играть в Гомеле в 1910 году. Тогда же появилась и первая футбольная команда, а в 1911 году был проведен первый официальный турнир «Первенство города». О том, как же пришел футбол в Гомель, узнаем сегодня. Футбол появился в Гомеле в 1910 году, когда в город приехал работать в гомельское отделение Орловского банка «Либман». На тот момент он был уже известным футболистом, поиграл в сильных командах Одессы и Киева и привез первый мяч. Заинтересовал этим мячом очень ребят. К нему начали подходить, спрашивать, что это такое, как в него играть. И в конце концов он собрал ребят, они переехали на лодках. На ту сторону сажат, там нашли лужайку, такую более-менее ровную. Там состоялся первые такие тренировочные... Ну, даже не это не игры, а просто обучение футболу. Потом он на базе Гомельской гимназии мужской организовал вот эту первую гимназическую футбольную команду по ГФК. К концу 1910 года в Гомеле уже действовали 4 команды. О спортивной жизни того времени и, в частности, о футбольных матчах часто публиковали статьи в газете «Гомельская копейка». Кстати, ее редактором и владельцем был Неляев, прапрадед известного российского музыканта Александра Розенбаума. В 1912 году команда ПГФК поменяла название на спорт. В конце 30-х годов лучшими командами города были «Локомотив», «Красная звезда» и «Спартак». После войны долгое время лидировала гомельская «Красная звезда». А потом инициативу уже в 60-х годах перехватил «Локомотив». Когда в 1959 году Гомель решили включить в чемпионат страны по футболу, то на базе «Локомотива» была создана команда мастеров «Локомотив». И с 1959 года она начала выступать на чемпионате страны. Потом меняла несколько раз название – «Спартак», «Гомсельмаш», «Машиностроитель» и снова «Гомсельмаш». Пока в 1959 году не был образован футбольный клуб «Гомель». То есть с 1959 года и до наших дней это, в принципе, одна команда. Возникновение футбола в Беларуси и в Гомеле, соответственно, это очень много узнали из воспоминаний кудлицкого «Севолода», которые были влюблены в физкультурнике Беларуси в 60-х годах. Стоит отметить, что с начала 20-х годов, когда футбол бурно развивался, в городе активно строилась и спортивная база. В частности, к периоду Великой Отечественной войны в Гомеле действовали три хороших стадиона с трибунами. Первый в Беларуси футбольный стадион европейского уровня открыли в Гомеле в 2004 году. Он отвечает всем требованиям УФА, потому здесь можно проводить матчи Лиги чемпионов и официальные игры сборной. Примечательно, что в 19 веке на этом месте был пустырь. Затем построили ипподром, чуть позже – велотрек. В 20-х годах прошлого столетия произошло важное событие. На этом месте для футбольной команды открыли футбольный стадион. У него, кстати, было много названий – «Школьный», «Спартак», «Имени Кирова» и «Гомсельмаш». Кстати, в истории гомельского футбола есть место и женскому. Вообще была женская команда у нас в Гомеле и играла в первенстве. Это было на протяжении нескольких лет. Зимниковец был тренером, болельщикой гомельской, я помню. Надо сказать, что из гомельского футбола вышла целая плеяда талантливых игроков. Гомель всегда давал много игроков интересных футболу, не только белорусскому, а и союзному. Еще в 30-х годах у нас были там известные игроки, какие-то Водопьянов, Росинский, Бабушкин, Грищенко, воротарь, который играл потом в ленинградских командах во многих. И до буквально войны, до конца 30-х годов, Гомель как бы ни в чем в Митску не уступал. Уже в 60-е, 70-е, 80-е годы пошла тот же Горолукович. В национальной сборной где-то около 20 человек из гомеля, из области выступали. Ну, в разные годы. Причем рекордсмен по числу игр в сборной, если не ошибаюсь, 104 игры. Это Александр Кульчий, воспитанник гомельского футбола. В чемпионатах в Беларуси он за Гомель не играл, но он успел поиграть в чемпионате СССР за Гомсельмаш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова